Многодетные в приоритете у руководства области. Среди таких семья Воронцовых из Мурома. Вместе воспитывают четверых детей. Всего добиваются собственным трудом, но от помощи не отказываются. На материнский капитал купили участок с огородом, а в этом году получили областную поддержку в виде поездки в Словению. Самое главное – дружная семья, друг другу помогать. Есть только материальные сложности. Материально, конечно, бывает, не всегда хватает на что-то. Конечно, государство помогает. Мы очень благодарны, что мы попали в Словению, отдыхали в Словении. 37 многодетных семей и пар, проживших вместе полвека, из Владимирой области пригласили на встречу с руководством региона и вручили благодарственные письма. Некоторые пришли не с пустыми руками и подарили губернатору дерево счастья. Ветеранам семейной жизни в этом году выплачивали по 50, 60 и 70 тысяч рублей по числу прожитых вместе лет. Такие юбилейные выплаты Светлана Орлова пообещала сделать традиционными. Но, по словам семейных долгожителей, секрет счастья не только в деньгах. Просто любили сильно друг друга. Как увидели друг друга, сразу полюбили. Вот и живем до сих пор в согласии в мире. Конечно, трудности были, но мы совместно соправлялись, мы советовались, мы друг друга понимали. На встрече с губернатором и главами департаментов многодетные говорили и о наболевших проблемах в своих районах. Больница в Юрьевпольском нуждается в ремонте, а в Гороховце необходим родильный дом. Глава облздрава заверил, что эти проблемы решаются. Юрьевпольскую больницу отремонтируют в следующем году. Роженец из Гороховца будут направлять в восстановленную больницу в Вязниках. О проблемах с трудоустройством в глубинке спросила многодетная мама из Гороховца. Мало производства, мало рабочих мест. Вот стоит ли нам надеяться, что путь на вашей работе будет приятнее? Мы сейчас загружаем в ваш завод Кранов. Я подписала письмо на Чемизову, это Ростехнологии. И работаем над тем, чтобы увеличить ему заказ, чтобы он и сокращал рабочих, и дополнительно брал. Значит, частично там восстановился у вас пищевой комбинат, и мы сейчас помогаем. Почему? Потому что вы абсолютно правы, там нужны рабочие места. В 2017 году губернатор пообещала сохранить и увеличить поддержку семей. Особое внимание выделению земельных участков для многодетных. Пока в области их получают не все, а только нуждающиеся семьи. Парламентарии области пояснили, это потому, что участки стараются выделять с коммуникациями. Мы, в свою очередь, Светлана Юрьевна, в первую очередь, рекомендуем сейчас органам местного самоправления предоставлять землю с коммуникациями. Такой земли, например, в городах, в Владимире, в Муроме, в Коврове, в Александре, ее просто нет. Поэтому, если мы примем сейчас единый закон и, значит, скажем, давайте предоставляйте землю всем, просто город Владимир не сможет физически выполнить это решение. Сельские поселения могут, поэтому мы сейчас думаем, как вот дифференцировать. Губернатор области пообещала, что в следующем году земельных участков многодетным семьям выделят больше, а все социальные выплаты сохранятся в полном объеме.